Геймеры народ избалованный. Нам всегда нужно больше. Мощнее процессор, больше памяти, круче видеокарту. Если вы обычный ПК-боярин, вам проще. Просто проведите апгрейд своему зверю. С ноутбуками же всё сложнее. Зачастую игровой ноутбук это огромный 5-килограммовый монстр, иногда даже с дополнительным водяным охлаждением. Но у компании Asus есть козырь в рукаве. Их линейка компактных игровых ноутбуков Asus Rock Strix. И сегодня мы посмотрим новую модель из этого семейства Asus Rock Strix G553VE. В плане дизайна никаких изменений нет. Это всё тот же старый и до боли знакомый Asus Rock Strix. Яркая задняя крышка с подсветкой, оранжевые вставки по периметру всего корпуса. Материалы также остались неизменны. Крышка выполнена из алюминия и очень сильно собирает все отпечатки пальцев. Нижняя часть выполнена из толстого пластика. Крышку всё так же можно снять и получить доступ к HDD, оперативной памяти и слоту SSD M.2. Чтобы ваш ноутбук были уверенно стоял на столе и не шёл куда-то во время серьёзной катки, по бокам находятся 4 яркие резиновые оранжевые ножки. А вот на гранях произошли изменения. Первое видимое различие – они вернули DVD-привод в ноутбук. Зачем? Вот серьёзно! Кому в 2K17 нужен DVD-привод? Разместился он на правой грани и делится место замком Kensington и портом USB 2.0. На правой грани порт для зарядки, Ethernet-порт, два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C первого поколения и комбинированный аудио-разъём. Кардридер разместился на передней стороне вместе с индикаторами активности и динамиками. Открыв ноутбук мы видим, что новое поколение ROG Strix лишилось самой узнаваемой черты любого геймерского ноутбука – выделенных клавиш WASD. Теперь этот блок клавиш почти ничем не отличается от остальных на клавиатуре. Также с передней панели пропали и динамики. Складывается впечатление, что Asus решили сэкономить на выпуске нового поколения Strix. Если продолжить тему клавиатуры, то изменений претерпела и подсветка. Но в отличие от предыдущих изменений, здесь компания Asus поступила более правильно. Теперь подсветка не однотонная, а четырёхзонная RGB. Но, к сожалению, мы вам этого не покажем, потому что к нам приехал сэмпл вообще без подсветки. А вот что не претерпело совершенно никаких изменений – это огромные рамки вокруг дисплея. На дисплее все также расположена камера и два микрофона, а под дисплеем гордо красуется надпись Republic of Gamers. В ноутбуке установлен 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 3740 на 2160 точек, но воспользоваться таким разрешением вы сможете не всегда. В играх и приложениях придется довольствоваться православным FullHD. Сделано это для повышения FPS. Но вот вопрос, Asus, зачем все эти понты? Вот это мне действительно не ясно. Сама матрица качественная. Сделана она на основе IPS матрицы LG. Матрица матовая, что минимизирует появление любых бликов. По качеству и дисплей отличный, к нему нет никаких претензий. Он отлично накалиброван и настроен с завода. Клавиатура странного типа с отдельным цифровым блоком. Клавиша имеет большой и четкий ход, клавиатура не прогибается от нажатий. На днампад находится клавиша запуска ROG Gaming Center. Под клавиатурой находится тачпад, что также прекрасный по качеству работы и в этот раз без люфта. Что же еще нужно для полного счастья? Поскольку динамиков стало меньше, то и звук изменился. Он стал не таким громким и глубоким, хотя все также качественный и крутой. В плане софта в ноутбуке все осталось по-прежнему, так что Audio Wizard никуда не делся. И вы все также можете настроить звук под нужную вам ситуацию. В плане железа у GL553WE все отлично. Хоть в синтетических тестах он звезд с неба не хватает. Процессор Intel Core i7-7700HQ KB Lake работает на частоте 2,8 ГГц и может разгоняться до 3,8 ГГц в турбо режиме. Про видеокарту и так все понятно. В отличие от предыдущих поколений, где стояла мобильная версия видеокарты, в данном ноутбуке стоит полноценная дискретная NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Новый ROG обладает хорошим запасом памяти. Для хранения данных в нем установлено два накопителя. SSD формата M.2 на 512 гигабайт, производство Toshiba и HDD Seagate Mobile емкостью 2 терабайта. Перейдем к тесту процессора и общей производительности. PC Mark 10 ноутбук набрал 3985 баллов. Однако, пока тест новый, еще нет устроительных рейтингов с другими ноутбуками. В тесте Time Spy 1.0 от 3DMark ноутбук показал 2394 балла, что превосходит всего 13 процентов тестирования устройств. В плане игр претензий нет, да и в принципе быть не может. Вот вам просто наглядная картинка, в какой игре сколько FPS выдавал этот монстр. Все игры запускались на максимально возможной расстройка графики. Я думаю вы согласитесь, что для ноутбука эти результаты вполне приемлемы. Автономность для игрового ноутбука дело неважное, она вроде бы есть, а вроде бы и нет. Для комфортного гейминга вам в любом случае понадобится розетка, а для офисных задач батареи и так хватит. При максимальной нагрузке батареи хватит чуть больше чем на 30 минут работы. В реальных же условиях браузинг фильма и так далее батареи хватит в среднем на 3 часа работы. Asus 40 Strix GL553WE получился отличным приложением линейки Rock Strix, однако и он не лишен изъянов. Но это все еще отличный игровой ноутбук, который весит меньше двух килограммов и вам не придется полгода качать спину, чтобы носить его везде с собой, в отличии от коллег по цеху. С вами был Илья и канал RoadNation. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также спасибо Кворкингу Талока за предоставленное место для съемки.